Доброе утро, Республика! Доброе утро, школьники! Здравствуй, страна! Вот так вот прозвенел первый школьный звонок у нас в студии. Я всегда мечтал быть из тех детей, которые сидят на плече, держат этот звонок, проходят по кругу, и вот звучит он на всю школу. Я все для этого делал, я был худенький, чтобы меня подняли, но нет, никогда этого не происходило со мной. Но вот сейчас есть возможность такая, поэтому я с гордостью звучу на всю Республику. Да, сегодня действительно пройдут линейки по всем школам нашей страны, и действительно многие будут на руках носить детей. И вот этот самый звоночек, который запомнят потом на всю жизнь. Я думаю, это все будет обязательно. Да, ну знаешь, это есть разные видео, где там счастливые дети идут, а есть где они сидят, стоят, зевают этот шарик, грустные цветы уже валяются, вот так вот подлетают пол, землю подлетают. Я надеюсь, что такого не будет. Ну, без этого никак, то есть нужно к этому привыкать постепенно, что вот ранние подъемы и вперед. Это точно. Ну что, друзья, конечно, сегодня много радостных событий, это первоклассники, да и, собственно, все, школьная жизнь начинается для многих преднестровцев. Да и расскажем о том, как накануне мы отметили День Республики. По всей стране огромное количество мероприятий, подворья, концерты, песни, танцы, все, как мы любим. Мы в нашем эфире расскажем, как это было. Заготовок очень много, пора начинать без остановки. Вперед, врываемся в этот день с двух ног. Все, хочется дальше продолжать говорить про события вчерашнего дня, про эту атмосферу, про этот вайп, про те прекрасные эмоции, которые мы получали вчера. Вот сейчас тоже будем продолжать об этом говорить. Да, действительно, вот если смотреть, вот каждый житель страны, вчера был праздник, выходной день, вышли в город и вот в каждом уголке можно было найти развлечение. Дети могли отдохнуть, где-то развлекались на каруселях, да. Различные спортивные состязания были для молодежи, каждый мог себя попробовать в новом направлении. Ну а для взрослых концертная программа, песни от души лились рекой на протяжении всего дня. И, конечно, многие ждали, это традиция, конечно же, выступления роты почетного караула, потому что каждый год они готовят новую программу непосредственно ко дню. Всегда четко, всегда отработано, прекрасно и радостно глазам смотреть на них. Да. Ну и сейчас мы расскажем о том, как выступила рота почетного караула, какие фишки они подготовили для этого года и что интересного еще было в столице. Давайте начнем. Тирасполь, центр столицы. 40 солдат готовы к плацпараду. В руках АК-47, а в умах и сердцах четкий план действий. Музыкальный ритм задает военный оркестр. Мы где-то больше месяца готовились. Мне приятно то, что вот ребятки, которые в РПК, что вот смотрите, они, есть ребята, которые всего там месяц служат. И вот за этот месяц они успели вот такую громоздкую работу сделать. И мне приятно, что мы уже в тандеме все это делаем. В программе «Папури» из четырех произведений. Максим вместе с товарищами каждый день тренировался по 8 часов, чтобы сделать такие элементы на площади. Говорит, это мечта детства. С детства меня восхищало мастерство воинов ротопечетного караула. И хотел быть похожим на них. Сейчас я горд стоять на месте, где стояли они. Тренировки ежедневные, изнурительные, по солнцем. С утра до вечера тренировали. Мастерство показывали свои офицеры. И уровень достаточно высокий. Солдаты уже на готове. Больше месяца они отчеканивали и репетировали каждый свой шаг. Сейчас покажут мастер-класс. Кажется, на этом моменте зрители не дышали. Ручеек – самая зрелищная часть выступления. Синхронность на максимуме. Великолепно, очень здорово. Прекрасно выстроено все, слаженно, молодые, красивые ребята в очень хорошей форме. Замечательно. Как мне понравилось, ну как здорово, ну как красиво. Мир и здоровье всем. Мир самое главное. И всем удачи. И процветание республики нашей. Такие броски с оружием сегодня в мире больше никто не выполняет. Это для солдат Приднестровской РПК – знак качества. В этом году был элемент так называемой триоли, где каждый солдат не имеет права вообще ошибиться в целом. Потому что от каждого зависело. Именно этот темп бит с военным оркестром нам намного проще работать, так как они задают чувство ритма. Мы его ловим и уже выполняем то, что мы умеем делать прекрасно. За выступлением роты почетного караула наблюдал итальянец Матео. Такого он еще не видел. Да и понятно, негде. Я турист. Я сам туроператор. И такое увидел впервые. Очень красиво. А вообще решил познакомиться с новой страной. Возможно, привезу новых туристов к вам уже в следующем году. Я знаю, что вы непризнанная республика. Отчасти это хорошо. Вы всегда в движении. У вас сохранилось много традиций разных. Все это видно в ваш День независимости. Это круто. Десять минут виртуозного владения оружием и буря аплодисментов. Матео обещает на каждое 2 сентября покупать билеты в Приднестровье. Вот это рота почетного караула дает. Но сейчас мы переходим к следующей нашей теме. Сегодня около 4 тысяч учеников впервые сядут за парту. Впервые услышат первый звонок. Очень такой трепетный и важный момент для первоклассников и родителей. Да, и вот сегодня у нас в гостях Татьяна и Леонид Стойчевы. Мама с первоклассником. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Лень, рассказывай. Ты сегодня стал первоклассником. Какое у тебя настроение? Расскажи мне. Очень хорошее. Ждал этого момента? Очень. Ждал, потому что мне кажется, что многие дети, ну, школа. Или у тебя была школа? Расскажи, как это было? Очень хорошее. Очень хорошо, да? Мама не заставляла ни разу говорить так. Ну, расскажите о том, как вы готовились к первому классу, к первому звонку вашему? С желанием. С большим желанием. Трепетно, волнительно. Это у нас уже второй школьник. Старший у нас в шестом классе. И вот эти эмоции переживали все заново. Заботы. Мы уже ждали, не дождались, когда же будет родительское собрание, чтобы нам дали список констоваров, которые необходимо купить. Рюкзак пошли, приобрели вместе с Леонидом. Костюм выбрали по размеру. Идеальный. Правда? А тебе родители выбирали? Либо ты сам помогал или выбирал? Да нет, не показываю. Мне просто дали. А, просто дали? Просто показали вот этот, будешь носить и все. Нет, просто показали. И мы сказали, он самый лучший. Нет, я просто искал. Именно такой искал, да? Лена, я знаю, что ты очень хотел, уже мечтал его быстренько надеть, да? Чтобы вот показать вот всем, какой ты красавчик, да? Ну, и я смотрю, у нас портфель тоже с собой. Вот расскажите, я знаю, что действительно есть такая проблема. Ну, многие родители думают, как же выбрать портфель, чтобы соответствовал всем требованиям? Тем более, я первоклассник, много книг. Вот как вы выбирали? По опыту. Уже, да, опыт есть уже. По опыту рюкзак должен быть вместительный, так как учебники в первом классе больших размеров, он должен быть большой в размер, чтобы они не мялись. Должен быть обязательно кармашек дополнительный для салфеток, кармашек для бутылочки с водой в обязательном порядке. Ну, и светоотражатели должны быть на рюкзаке. Петля для того, чтобы он вешал на боковую стенку парты. То есть, в принципе, функций очень много? Конечно. Для родителей много функций. А вот как выбирала, Аленя, по какому принципу ты смотрела? Чтобы красивые, синенькие были? Нет, я смотрела побольше. Побольше? Побольше. А ты не боялся, что тебе портфель перевесить назад и упадешь? Нет, я не боялся. А что тебе больше всего понравилось в подготовке к школе? Вот из всего там? Выбирать костюм? Больше всего? Да, да, да. Вот там, допустим, выбирать костюм, выбирать тетрадки, дневники, ручки. Дневники. Дневники? Какой у тебя дневник? Дневник? Да. Хороший. Что там нарисовано? Нарисовано? Да. Ухожающий мир. Ага. Не просто так. Это дневники, это учебники. Учебники. Это учебники. Учебники, потому что дневники у нас, электронный журнал, мне кажется, сейчас уже нет. А, дневников уже нет. Ты живешь еще в прошлом веке, сейчас уже электронный журнал уже давно. Но при этом вот тетрадки, да, тоже можно было какие-то с рисунками выбрать. Или все они без, вот расскажите, как... Это уже школа, какие рисунки. Рисунки мы покупали в детском саду. В школе уже все должно быть в офисном стиле, никаких рисунков. В любом случае, это все обложки одеваем красиво, чтобы все было в унисон. Это же не детский сад. Да, вот у вас уже расписание есть, уже наверняка книжки там какие-то есть. Да, ну расскажи, что у тебя там есть, покажи. Может, спуститься. Тяжело. Хочешь спуститься? Тяжелый портфель. Давай. Спускайся, показывай. Давай сюда. Вот так. Показываю. Давай зрителям покажем, что у первоклассников в портфеле. Финал. Особенности пенала, да. Для первоклассников он должен быть особенный. Машинками, да? Ходвиллс. А что там внутри, уже все тоже заготовлено? Покажи, какой обязательно. Ну сейчас мы откроем и посмотрим, как ты все подготовил. Вот еще требование к пеналу, что он должен быть, каждый предмет в своей ячейке, чтобы ребенку было удобно и быстро найти, чтобы он не копался, не рылся. Он так голубый. Ну вот, это да, типичный пенал первоклассника, когда есть все цвета. В 11 классе у тебя останется только ручка. От всего этого. Это будет хорошо. Так, для записывания еще. Для чего? Для каких записываний? Для записывания уроков. И еще. Что есть? Блокнотик для записывания номеров. У меня тут есть несколько номеров. Уже чьи номера есть? Вика с маминой работают. Папа и мама. Правильно. Все, все самые важные. А почему Вика с маминой работают на первом месте? Потому что я в первый раз у нее взяла. Нормально. Возичка у нас уже все, здесь все готово. Салфетки. Так, салфетки. Ну и давай какие там книжки уже, тетради. Книжки показываю. С той стороны, наверное. Да? Еще не привык к рюкзаку. Да. И началось. Вот. Ох. Ну прилично у вас там уже книжек-то. Вот. Альбом. Альбом, конечно. А вы говорите, картинки нет. Вот, рисунки, картинки. Тут вы рисовали, да. Может быть творческим. Ну альбом, конечно. Любишь рисовать? Да. Что больше всего любишь рисовать? Люблю насекомых лошадь. Ну и эксперимент. Тоже эксперимент. Так. Что это у нас? Это цветной картон. Ага. Он уже понадобился на первом уроке вам? Или это в ближайшие дни? Про запас он взял все. А, все, да. Мало ли вдруг потребуется. Вдруг потребуется, да. Действительно. Так. Ну что еще? Куча тетрадей. Видим. Это действительно подготовился хорошенько. Запас серьезный. Это вдруг если одну потеряешь, то у тебя есть в запасе еще шесть. Еще. Вот. Так. Это у нас литература. Литература. Так. Молодец. Это вам уже выдали. Аккуратненько. Вот. Литература. Это вам уже выдали учебники, да? Да. Еще. Вот. Лимба. Какой-то. Лимба. Лимба Молдавинянская. Лимба какой-то. Это молдавский. Молдавский. Ну ты со всем этим познакомишься как раз. Окружающий мир. Ну расскажи, почему ты так любишь окружающий мир? Потому что я много знаю про растения, животных. И наверняка это будет твой любимый предмет, да? Вот. Кстати, друзья, вот. Ты уже, да, прочитал, наверное, посмотрел. Я посмотрел. Вот у меня где-то вот тут. Вот кто у меня дома есть. У тебя кто дома есть? Петушок. Это рыба такая, да? Это петушок, да. Это петушок, это рыба такая. Это камбала. О. Ты уже всех знаешь? То есть, в принципе, ты будешь учителю уже сам объяснять и рассказывать, что у тебя там. Наверное. Наверное. Да, кстати, друзья, вот мы не раз снимали Леню. Он такой юный любитель, юный биолог. Часто его снимали. Молодец. Старские тараканы, правильно? Кстати, можно рассказать один факт про птиц? Конечно же, давай. Сова летит без звука, хотя сокол и голубь летят со звуком. Ух ты. Потому что сова это хищник, чтобы не смогнуть свою зобычу. Откуда ты это все узнал? Ну, в телевизоре тоже бывает. Все правильно. Жук. Да. Кстати, Жубронсецка записана в Красную книгу. Жубронсецка. Я так понимаю, что вам скучно не бывает, да? Нет. Никогда. И окружающий мир, это наверняка будет любимым предметом в школе. Я иногда в эфире. Уже. Уже. Еще даже не было уроков, но уже любимый предмет. Я иногда во время эфира Тане задаю несколько фактов, и она отгадывает. Я потом буду у тебя консультироваться, забирать твои факты и задавать Тане. Да, но... Она уже все знает, я все сказал. Ну, расскажи мне, ты уже познакомился со своими одноклассниками, знаешь, кто у тебя? Ну, нескольких. Нет, кры. Некоторых, да, уже знаешь. Уже как-то там подружился, пообщался, может быть... С одной только пообщался. С одной только пообщался. С одной пообщался, да? Как зовут? Как зовут? Вот это я не помню. Каббал, знаешь? Ну, еще еще. Ну, я ее зовут. О, окей. Это москлонь, оконь. У тебя еще будет один след, чтобы запомнить. Так, ну что у тебя еще есть? Шука, кась, сор, окунь, акула, петушок. В общем, юный рыбак. Внутренний этот подводный мир ты знаешь наизусть. Пять тебе уже можно ставить без проблем. Молодец. Так, что у меня там еще есть? Так, ну что там еще? Наша азбука. Молодец. Конечно же. Это азбука, конечно же. Конечно же. И последнее может быть. Так, и у нас это... Уже все в обложечках. Это в обложечке. Сам делал. Математика. Вот так. Математика. Да, она такая веселая и по жизни тоже идет. Еще что-то есть. Когда пропадут из математики цифры, тогда будешь тоже... Пластилин. Пластилин. У тебя все с собой. Да. Мне кажется... Вот, он уже открыт. Я уже опробовал. Репетировал. Я уже подготовился хорошенько. Краски. Да. Конечно же. Всякий случай. Мам, у нас же, думаю, были краски. Ну да. Это новые. Новые краски. Все новые. Тоже новые. Я им почти не пользовалась. Ну ничего, тогда используешь те, а потом откроем эти. Ну хорошо. По запасу. Ну что, молодец. Ну и большую. И ничего, да. Но мне кажется, этого достаточно. Очень даже хороший набор первоклассника. Ну расскажи, какой будет у тебя учеба? Как ты думаешь, как ты ее представляешь? Очень даже хорошо. Так. Очень даже хорошо. У тебя твой старший брат, да, брат у тебя, хорошо учится? Да, довольно хорошо, нормально. Какие советы он тебе отдавал перед первоклассником? Ты у него ничего не расспрашивал? Ничего. Как это? Почему? Потому что я ничего не... Потому что я все знаю почти. Ты все знаешь? Потому что я ничего не знаю, что будет в первом классе. Я еще ничего там не узнавал. Ничего. Ты хочешь, чтобы это сюрпризом было все? Да. Это такой новый опыт для тебя, для родителей. Они же 100% не помнят. А что тебе родители говорили? Как тебе готовили к первому классу? Потому что все хорошо будет. Какая у тебя учительница? Учительница Елена Леонидовна. Мне кажется, действительно, многих родителей, многих родителей, это такое волнительное, вот мы уже об этом говорили, процесс, когда ребенок из детского сада переходит в школу. Для вас это было таким стрессовым состоянием? Потому что переживает, сможет ли адаптироваться. Ну, понятно, что здесь 100% сможет адаптироваться. Ну, вот как друзей найдет? Какие вот тревоги? Конечно же, есть волнение, чтобы, да, в детском саду там одни отношения, одни детки, когда дети растут, они уже совершенно по-другому начинают общаться. У них уже начинается, ну, по-современному и друг друга дразнить начинают и так далее. Конечно, переживаем за это, но мы много советов даем Леониду, чтобы не воспринимал все. Есть люди разные, совершенно разные. У каждого свои мысли. Если даже что-то плохое сказали, иногда можно ответить, не обязательно физически отвечать, да? Нельзя драться, нужно быть достойным учеником. У него самая лучшая учительница, и у учительницы его должны быть самые лучшие ученики. Так? Так. Главное поддержать, да? С утра мадра. Потому что в первом А всегда все умные. Так, вот так. Это было всегда. А. Вот. Первая школа. 18. 18-я школа. Ну, в общем, мы желаем тебе только удачи. Вот мы, на самом деле, знаем, что ты увлекаешься биологией, что у тебя вот любовь к окружающему миру, мы этого тоже сегодня увидели. А вот эти вот увлечения, они с возрастом меняются, как-то вот приобретаются, что-то еще добавляется. Потому что, вот мы снимали тебя много раз. Да. Да. Да, ну давай расскажи об этом. Я полюбил разбирать. Что разбирать? Разбирать какие-нибудь сломанные вещи. А они сломаны из-за того, что ты разбираешь их? Нет. Или они уже изначально сломаны? Нет. Так. Что еще? Еще рыбки, конечно же. Рыбки добавились. Да. К тараканам добавились рыбки. Да. А ты вот, когда разбираешь, потом сам собрать сможешь? Ну, у тебя получается? Да, иногда получается. Но я хочу именно разобрать, иногда именно разобрать что-то хорошая вещь, но которая никому не нужна из нашем доме. А потом из этой вещицы сделать что-то, что-то сделать. Моторчик. Вот это интересная идея. А еще у меня у бабушки есть немного сломанный, но рабочий. Мы уже делали моторчик, который, включаешь его, и он двигается у него в вертушечку. Вот такие у вас есть предпосылки, да, к созданию чего-то. Нет, но это настоящий мужчина, потому что мужчина должен работать руками и головой. Я хочу инженером стать. Инженером стать? А как же биолог? Или биолог инженера? Ну, биолог тоже не уходит, конечно. Не уходит. То есть у тебя уже два направления, два любимых дела, да? Ну, уже три. Подожди-ка. Что у нас еще? Магнитная рыбалка. Магнитная рыбалка? Это какая? Это ты закидываешь магнит на веровке и тянешь, чтобы что-то взять, зацепить. Ага, если кто-то там уронил ключи или что-то такое, то вот вытащить. Да. И что ты доставал уже? Булавку. Булавка? Да. Хороший магнит, если я нашел булавку. Булавка. Ну, смотри, потрясающе. Это три направления уже есть. Уже. И считай, тебе сколько всего еще в школе найдешь. Сколько всего еще будет, да? Потому что я, то, что самое неприкольное было, это когда я выловил кусочек, просто ржавчину. Ну, бывает в воде, естественно. Просто ржавчина. Ну, следующий опыт будет получше, да, наверняка. Да, ну, это только... В виде химии, физики. Химия тоже. Химия тоже. Химия тоже любим. Химия тоже не уходит. Она еще не пришла к тебе в школу. Нет, окружающий мир – это химия. Это тоже химия? Ну, ладно. Почти. У нас вот это здорово, когда ребенок увлекается очень многим. А с азартом смотрит вперед. Еще кое-что. И еще так. Ну, иногда я когда у бабушки, когда мне слишком скучно, я беру аллерий, у которого что-то черное, и начинаю его разрезать. Вот постепенно. Потому что я на улице нашел ржавый ножичек у бабушки, не на их, а там есть дорожка такая для машин, и там есть куча железятек. Я их собираю, я потом орех разрезаю вот так. Интересно. Либо я их разбиваю и кушаю его. Ну, это настоящие проделки детей. Мы тоже самое делали. Главное, чтобы потом вот этим ржавым ножичком себя не поранить. Нет, он такой не... Он затуплен. Ну, и все. Ну, я его оточу. Леонид, мы тебя поздравляем с этим праздником, с новым этапом в вашей жизни, в вашей семье. И на правах первоклассника пусть в нашем эфире прозвонит первый звонок от тебя. Пожалуйста, бери звонок. Давай-ка. Ура! Не разбирай. Не разбирай. Не отъехать. Вот, все. Ну, что, большое вам спасибо. Действительно, вот видно, что ребенок увлечен своим делом. И здесь уже даже захотел. Ну, что, все, прощаемся? Да. Спасибо вам большое. Отмечаем нашим телезрителям. У нас сегодня в гостях были мама с сыном, первоклассником Татьяна и Леонид Стойчева. Спасибо вам большое. Удачи. Все мало, давай еще. У-у-у-у! Все услышали. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Ну а мы продолжим говориться о главных событиях прошлого дня. Накануне праздник прошел по всей республике. И сейчас мы остановимся на такой праздничной программе, которая состоялась в столице, потому что сразу после того, как выступила рота почетного караула, ну все, развернулись по дворе, по центру столицы. Это всегда красиво, это всегда отражает именно приднестровский народ, потому что все по дворям многонациональны. Вот смотришь с одной стороны, здесь тебе молдавские плаценты. С другой стороны, украинский рушеник, хрустики всеми любимые. Русские там пляшут, танцуют. Танцуют платки. В общем, вот ты гуляешь, гулял по столице накануне и посмотрел. Ну действительно, вот он, наш приднестровский народ. Собственно, для них-то и создается этот праздник. Да и президент на пресс-конференции так и сказал, что главное достижение Приднестровья – это народ. Ну здесь мы не можем не сердиться. Традиционно на празднике на самом деле можно услышать и разную иностранную речь, английскую, испанскую, французскую. Некоторые подстраивают свои отпуска, свои поездки под наш праздник. И это на самом деле не пустые факты. Вот у Тани был случай в жизни, что она пришла, познакомилась с иностранцем. Это было в прошлом году, кстати, да. Гуляла я тоже в праздничный день, встретила иностранца. Вот так мы начали общаться. Он говорит… Ну на английском, на моем ломаном английском. Да, и так случилось, что вот он начал рассказывать, говорит, вот я часто путешествую и узнал, что здесь в Приднестровье праздник и решил подстроить так свою поездку, чтобы непосредственно попасть на ваш день в республике. Ну вот такие истории есть. Я думаю, что в этом году однозначно такие тоже были. Да, и наши предприятия также подготовили продукцию, чтобы все могли ее посмотреть, пощупать, потрогать, купить, приобрести, что-то попробовать. Обожаю. Это идеальное время, когда можно вот действительно прогуляться, посмотреть все, что есть и сразу прикупить себе там и винограда. И давай, кажется, кто еще был? Ну виноград, знаешь, можно пощупать, так вот поотрывать, попробовать. А, это ты из тех, да, кто не покупает, а только пробует? Нет. Так, Адема, Интерцентр Люкс, другие бренды, фермеры, виноградари, вот тоже вышли за своим урожаем, похвастаться и, конечно же, угостить всех. Да, ну и, конечно же, Екатеринский парк, это было место, где разворачивались различные мероприятия, в том числе и спортивные, очень много локаций было спортивных. Там тебе кто-то на турниках подтягивается, кто-то занимается воркаутом, здесь волейбол, с другой стороны футбол, где-то детские площадки, и все забиты прекрасным настроением, потому что действительно это большой праздник для нас всех. И вот сейчас мы для вас подготовили сюжет и расскажем, как, собственно, проходили это подворье, что можно было встретиться, в каких соревнованиях можно было поучаствовать, и не только, в общем, вся праздничная программа, которая прошла в столице, смотрим прямо сейчас. С одной стороны Екатериненского парка подворья, песни, танцы, национальная кухня, с другой стороны игры для детей, показательные выступления и фотозоны, около 40 площадок отмечаем в течение всего дня. Ну что, начинаем! Доча! Доча! У сцены Екатериненского парка атмосфера национальных культур. Единая семья народов Приднестровья – так назвали праздничный фестиваль. И все по делу – русское, украинское, молдавское подворье. Звучит музыка, угощают виноградом и выпечкой. На главной сцене парка танцы – молдавские, украинские, русские, гагаузские, грузинские и не только. Много участников, много зрителей. И я думаю, что в каждом номере зрители наши найдут что-то свое. У нас есть замечательные авторские вещи. Например, вот в начале на прологе ансамбль «Ватра» и студия народного танца «Надежда» исполнили прекрасную зарисовку. Первый же номер детский студии народного танца «Надежда» – «Сырба», который был на 40 участников, вдумайтесь, которые не помещались на сцене, они танцевали и перед сцены. Плюс у нас еще финальная песня. Тоже мы решили сделать такую коллаборацию с нашим приднестровским исполнителем и автором. Песенником – это Стас Сырьяк. И его супруга, отличный работник культуры Анна Сырьяк, исполнит сегодня песню «Приднестровское солнце». Я бразильянка. Симона, тебе нравится здесь? Очень, очень. Я не говори по-русски, я понимаю немножко. Я очень рада. Красивые люди. Красивые люди. Я пришла к культуре посмотреть. Еда, люди. Я люблю. Я люблю в Приднестровье. Прекрасные люди. Я не знаю, столько случившегося хорошего. Танцы, музыка, еда. Нам понравилось именно потому, что разные национальности вместе. Это очень важно. И очень хорошо. И здесь побудем, погуляем, потом в Бендеры поедем. На пирсе творческая зона. Можно почитать книгу о Приднестровье. А рядом – Кленер. Как тебе атмосфера? И что вы делаете сегодня? Сегодня мы рисуем пейзаж. Атмосфера просто волшебная. Музыка там, тут. Ну, то есть, очень непривычно. Когда приходишь сюда каждый раз, пишешь какие-то новые картины. Вот сегодня ты что пишешь? Озеро. Сзади деревья, дерево вот это. Я сфоткала отсюда, потому что здесь не очень удобный ракурс. Это экологический центр. Здесь есть мастер-классы. Можно сделать своими собственными руками лягушечку или, например, вот гусеницу, которая ползает по листочку. Это выставка животных. Кстати, можно одного малыша забрать себе. Тут фотозоны. Ну, а юные медики могут попробовать себя в деле. Под звуки казачьих песен можно посмотреть выставку. Тут булава – символ власти атамана. Кубанка – головной убор. Шашка – нагайка – бурка. И шашлык по особому рецепту. Казачье подворье, которое… Каждый год мы на этом месте работаем. Каждый год пытаемся донести до людей, что такое казачество, что такое наша община, чем мы занимаемся. В Приднестровье именно началась сама история черноморского казачьего войска. Благодаря Екатерине? Так точно. Это было заслано две сотни казаков верных именно Екатериной сюда на помощь Суворову, которые уже здесь основались. Эта основа была положена в городе Слободзей. Одевается, одевается. Вот здесь вот она достигивается. Так, все. Шашка в руки. И папаху. Все, поликомплект. Вот. Все. Пожалуйста. Я пойду? Да. Здесь у нас находится территория для рубки бутылочек. Интересно уже. Показываем тот вариант, как казак должен рубить во время боевых действий, допустим. Как должен казак махать шашкой. Вообще, что такое шашка? И как ей рубить? Ну, давайте вы для начала покажете нам, а потом мы будем пробовать сами. Мастер-класс. Не стесняйтесь. Размахнулись и ударили кончиком бы шашки, и оно всегда все получится. Одной рукой? Двумя хотя бы. Поздравляем! На станции юных туристов показывают, как правильно проходить технику пешего туризма, ориентироваться, собирать палатку и вязать узлы. В чем заключалась задача? Надо было по картинкам найти другие картинки. Вот тут вот. Они тут разбросаны вот в этих вот... Контрольные пункты, да? Да. Отдаются разные такие листочки, там пять картинок. А это Юля. Ей всего девять, и она уже поднимает штангу по 40 килограммов. Занимается в школе Олимпийского резерва и любит тяжелую атлетику. Почему ты решила этим заняться? Потому что это тот спорт, который мне понравился. Вот тут мои племянники занимаются. И я тоже захотела попробовать, и вот я попробовала и начала заниматься. На самом деле это с виду просто тяжело. Я очень давно хотела на этот спорт. Он мне понравился штангами там и занятиями в низке штангой. А сколько поднимаешь? Рывок я делаю почти 30. Толчок я делаю почти 40. Вот примерно 40. А тягу я делаю. Рывковую 40, 5, 40, 45. Толчковую 60. Гуляли до самого вечера. В конце праздничного дня концерт от приднестровских артистов и салют. Ну умеет же у нас отдыхать. Умеет, согласись? Это делают прекрасно и с удовольствием каждый год. Почаще бы такие праздники. Но сейчас гороскоп у нас для вас всех, и приступаем. Начинаем по традиции с Овна. Овен может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы ему скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Ну вот так, вот интересно. Вот уверенность в себе и в своих силах может буквально переполнить Тельца. Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Тельцу захочется проявить благородство, оказав кому-то прокровительство и поддержку. Прокровительство? Покровительство. Специально для вас повторяю. Двигаемся дальше. Среди всех прочих дел на первом месте у близнецов будут стоять вопросы активного времяпрепровождения. В кругу близких людей эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. В общем, отдых путевая продолжается. Ну, нет, мне кажется, наоборот, сейчас активно. Сейчас все собираются в школу, линейки, работают. Ну, сколько дел, очень много. Погладить рубашки. Да, вот день прошел урака позитивно. Лучше всего вам подготовиться к чему-то еще вот с вечера. И как минимум сделать в доме хорошую уборку. Вот такие советы от знака зодиака, точнее от звезд для вас. Все мысли и планы льва будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И не важно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплощаться в реальность. Ну и что, помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Вот согласна. Ну, стройте эти замки у себя в голове, но потом дальше пусть они уже реализуются. А дева имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос. Куда уходят деньги? Жаль только, да, жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ, как как-нибудь залатать эту утечку. Вот все-таки нужно. Вот о чем говорят вам звезды. Ну, я думаю, что туда, куда они уходят, это в нужное дело. Это значит, нужно больше находить мест, где их получать, зарабатывать, да, чтобы потом дальше их уже высвобождать. Двигаемся дальше. У нас на очереди весы. Весы будут склонны сорить деньгами. Даже если они обычно осторожно относятся к тратам, их экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Ну, вот так и нужно. Они сегодня подружились с девами. Чем больше тратишь, тем больше тебе придет. Вот такие философские мысли от Влада. Ну что, сегодня Скорпиона. Смотрим. Скорпион, это вы должны посвятить день себе и своим близким. То, что говорят вам сегодня звезды. Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярии. Вот такие советы. Интересно. Двигаемся дальше. Весь день у стрельца может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными. Начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству вселенной. Ну, второе, чуточку сложнее. Начните с первого хотя бы. Да. Мозг козырога открыт для новых идей. В сердце для экстремальных эмоций. Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной зоны комфорта и попробовать что-нибудь новенькое и даже острое. Вот такие интересные дела. У Водолея есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале завести новые знакомства. Все самые удачные мысли и проекторы будут связаны с другими людьми. Быть на виду, быть в курсе событий, даже слухов. Вот сегодня залог успеха. Вот такие дела у нас, друзья, сегодня. Такие советы дали звезды. Ну а наш эфир продолжается. И наш эфир сегодня действительно получился таким постпраздничным. Мы рассказываем о том, что было накануне, как отмечала республика, свой праздник, свой день рождения. В каждом уголке нашей республики, в каждом селе, в каждом поселке, в городе, везде отмечали праздник, день рождения нашей страны. И, к сожалению, не везде можно было побывать, не успеваешь объездить все. Для этого и существует наша программа, чтобы вот так вот виртуально вы смогли увидеть, как, к примеру, отмечала Каменка или Рыбница или другие населенные пункты нашей страны этот праздник. И вот сейчас полный обзор по тому, как отпраздновали города и все населенные пункты нашей страны. Ну что, наш праздник. Поехали. От Каменки до Днестровска праздничные гуляния по всей республике. Подворья, танцы, мастер-классы и много веселья. Начнем с севера. В Каменке сразу четыре национальных подворья. Русская, молдавская, украинская и польская. Там сегодня танцуют все, в том числе глава района Сергей Сакирко и председатель райсовета Олег Бурлака. К малышам на праздник пришли сказочные герои. Были конкурсы, шутки, викторины. Нет родителей красивей, нет родителей милей. Зовем мы принеслою, рассвети нет для них. В Рыбнице на главной площади живая музыка. Выступали местные коллективы. А в парке сельские подворья. Например, хозяйки из Мокры угощали национальными блюдами. Были вертуты, плацинды, голубцы, сладкая выпечка. Это молдавские плацинды с капустой, с брынзой, с творогом, с картошкой. Это вертуты с разной начинкой. Виноград, хрустики, как мы их называем. Такое название они несут из древле. И, конечно, сладости, рогалики, печеньки, конфеты. Посмотрели на все подворья. Подворья подготовились на высшем уровне. Каждый показал свои какие-то национальные, сельские, народные обычаи. Танцы, пляски. Народная этапа была вкусная. В Дубосарах с площади Победы стартовал велопробег. Более ста школьников отправились по местам боевой славы. Сегодня у нас велопробег в честь Дня рождения Республики, нашей Приднестровской Молдавской Республики. Мы будем ехать до Коржева, посетим все памятные места нашего города. Вообще, как настроение? Настроение отлично. Как-никак день рождения Республики. Как планируете провести его? Гулять. Гулять, кататься. А здесь местные мастера раздавали значки в цветах Приднестровского флага. Все ручная работа. Приднестровский итальянец Роберто пригнал на главную улицу уборочный комбайн. Получилась зона для фотосессии. Здесь мы живем, будут жить наши дети. И любви, и согласие вместе. Просто знай, любимую не отдалю. Шумно было и в Григориополе. Бег в мешках на скорость, подъем штанги, ну и, конечно, песни и танцы от местных коллективов. В Бендерах отметили лучших горожан. Врачи, экономисты, архитекторы, рабочие получили ордена, медали, грамоты. Владимир Ярош работает в Бендер Теплоэнерго почти 15 лет. Пришел обычным слесарем. Потом стал мастером. Сейчас начальник района. Несем горячую воду и отопление в дома наших жителей. То есть организовываем бесперебойную работу. Устраняем аварийные ситуации. Всегда на острее нашей профессии, чтобы зимой не было перебоев с отоплением. На что стимулирует вот такая награда? Ну, конечно, на дальнейшее развитие, получение минали ордена и трудиться, трудиться на благо наших горожан. Дальше праздничные гуляния. На площади ярмарка, концерт, мастер-классы и дискотека. А так было накануне в Слободее. Выставка из кукурузных початков, плетеные фигуры, боксы для хранения. Все это ручная работа. Привезлись сестры Васильевы из Коротного. На одной сцене встретились коллективы из паркан Чебруч Незавертайловки. Приднестровье, мое Приднестровье, край цветущих полей и лугов. Народный вокальный ансамбль Чебручанка приехал поздравить всех жителей города Слободея с Днем Республики. Мы гордимся нашим краем, мы прославляем его, поем песни о нашей земле и гордимся тем, что мы здесь живем. С праздником всех поднестровцев! Днестровский праздник отмечали по-спортивному. Местные силачи поднимали гири и штанги. На площадке играли в волейбол, у фонтана ярмарка. А рядом на площади Дворца культуры награждали лучших горожан. Есть вселенная Марвел, есть вселенная DC, а есть вселенная искусство. И про эту вселенную нам рассказывает Александр Черний. Вселенная арт-навигации, да, у нас? Привет. Привет, ребята! Классно ты зашел с Марвел и с DC. Да, действительно, искусство – это тоже отдельная интереснейшая вселенная, куда кино тоже входит периодически по нашей, так сказать, надобности темы. Сегодня входит, потому что у нас венецианский кинофестиваль. Это важное событие. Вообще осень – это череда показов мод, фестивалей. И потом уже ближе к зиме подводятся итоги, выделяются самые лучшие и так далее. В общем, типа, итоги за год. Но вот осень – это прям череда больших интересных мероприятий. И венецианский кинофестиваль входит в этот топ. Это очень красиво. Давайте начнем с этого, потому что кишит и YouTube, и Instagram, видео рядом того, как прибывают звезды, как они выглядят. Ведь там не только красная ковровая дрожка. Они, во-первых, прибывают в разные дни, то, как они себя преподносят, как они ходят на разные кинопоказы. Это огромное удовольствие. То есть в разные дни на красную ковровую дорожку приезжают? Ну смотри, есть открытие. Это такая парад Олея. И в дальнейшем в разные дни кто-то прибывает. Потому что не все прибывают сразу. У всех какие-то кинопроекты, все задействованы. Плюс там не только кинозвезды. Там и певцы, и инфлюенсеры, и модели, и все на свете. То есть все люди, которые могут себе это позволить. Стоят, живут. А почему? Да, туда приезжают посмотреть, пофотографировать. Ну и, собственно говоря, огромный пласт работников. Визажисты и так далее. Все, кто создают этот праздник красоты и кино в том числе. И есть интересный факт, который сейчас все юзают. Потому что на Венецию прибыла Анжелина Джоли. Она одна из участниц премьерных показов в одном из фильмов. И, естественно, Брэд Питт. И пытаются так развести их тропинки, чтобы они никоим образом не соприкоснулись. До 7 сентября длится вся эта киноистория. И вот так выстраивают графики, чтобы они нигде не встретились. Потому что, ну, вы знаете, история их расставания, она очень тяжелая. Теперь судебный процесс, все это сложно. В общем, стараются, чтобы они не соприкоснулись. Я представляю вот эти помощники, которые над всем этим работают. Как эти тропинки надо выстраивать? Прием, прием. Она идет, отворачивай его. Она какие-то трек-номера ставит, да, не все это смотреть по камере. Джоли поменяла имидж, она теперь блондинка. И вот интересно, это связано с тем, что у нее новый фильм заряжен на новый образ. Или это просто ее выбор. Плюс она приехала с новым спутником, сразу к нему максимум внимания. Вот. У Брэда Пита тоже все хорошо в личной жизни. Ну, в общем, знаете, как на это обращают внимание в первую очередь. Отчасти потому, что премьерные фильмы, которые сейчас транслируются, их невозможно посмотреть в интернете. То есть они вначале должны отгреметь на фестивале, и только потом они будут заряжаться в прокат. Из интересного по фильмам. Значит, премьерный фильм, который вообще открывает кинофестиваль, это «Битлджуз, Битлджуз». Это «Возвращение Тима Бёртона». Я неравнодушна к его творчеству. Мне нравится его такая сказочно-темная история. У него очень интересно сделана Алиса. Я к ней долго привыкала. А потом как привыкла и полюбила вообще его почерк. Вот. И он представляет «Битлджуз, Битлджуз». И у него в главной роли играет Дженни Артега. То есть он ее, собственно говоря, выхватил из темы «Уэнсдэй». Она... Это тоже он, Бёртон, снимал «Уэнсдэй». И забрал ее в «Битлджуза». С точки зрения ее карьеры не совсем интересна, потому что, скорее всего, она будет одинаковая. Но с точки зрения того, что она станет еще более популярной вот на этой волне после «Уэнсдэй», все это сработает очень здорово. Ну и на красной ковровой дорожке она выглядела прекрасно. Она была в диоровском таком платье красном. Красная ковровая дорожка, красное платье. Должна была слиться, но нет, все выглядело очень и очень интересно. В этом «Битлджузе» еще «Войной на райдер» снимается. Она такая уже большая звезда, много чего отработала. И она тоже одна из любимец Джима Бёртона. То есть у него, как я понимаю... Вот он начинает снимать своих любимых актеров и работает с ними долго-долго-долго-долго многократно. С разных сторон. Вот. Много премьер. Очень хочется, конечно, все это прям посмотреть и обсудить по факту фильма. Но придется только ждать. Ну вот седьмого закончится. Я так думаю, вот с середины сентября потихонечку в интернете все начнет появляться. Потому что там премьерные фильмы и с Николь Кидман, и с Анжелиной Джоли. Ну то есть есть что посмотреть. Мне интересно. Председателем жюри Элизабет Юпер стала. Я не совсем знакома с ее кинотворчеством. Но, я думаю, вот это повод на то, чтобы обратить внимание на имена, которые ты вот так вот просто... Если мы все про Брэда Пита знаем, Анжелина Джоли, понятно, Николь Кидман, мы тоже за ней следим. Она, допустим, была в прекрасном платье с Киапарелли. Просто Николь Кидман выглядит так, что, ну, восторг. Там талия, мне кажется, как у... Аномалия. Талия-аномалия. Классная аллегория. Потому что она действительно фантастически выглядит. Это платье с Киапарелли, это тончайшие вообще. Руки, талия выглядят невероятно. Понятно, что лицо выдает много возраст, но все равно она выглядит фантастически. И вот очень хочется посмотреть эти премьерные фильмы. Но нам всем придется подождать. Потерпим. Потерпим, да. Подождем, и потом уже обсудим само кино. Вот такая вот новость. Это, на самом деле, важное событие. Вообще, очень красиво, друзья. Ну, просто. Вот эти вот лодочки, вы же понимаете, там нельзя передвигаться на автомобилях. На лодочках подлетают звезды, выходят из... Эти наряды. Эти платья в пол, летящие ткани. Это очень красиво. Вообще, Венеция моя любовь. Хочется коим-то образом оказаться там. Ну, ладно, не на кинофестивале, а вот хотя бы на Бейнале бы мне попасть. Я бы уже была очень счастлива. А вот через годик потом уже на кинопоказ, а потом уже можно и на дорожку. Вообще, вообще, хотя бы, знаете, я такая вещая. Здравствуйте, с вами Арт-Территория. Мы из Венеции. Обещаем, да. Да, было бы, конечно, очень здорово. Да. Ну что, дальше? Дальше двигаемся. И Уильям Тернер. Вот такой у нас еще сегодня герой. Это художник, это не из пиратов Карибского моря, потому что все сразу воспринимают это как продукт киношный. Этот художник писал в первой четверти 19 века в большей степени, и он пейзажист. Его интересовала природа и момент, который происходит сейчас. Но что интересно, ученые активно исследовали его работы и обратили внимание на то, что он, его вот назвали прям так дословно, первый антропоцен, художник, первый антропоцен, пыталась вспомнить это сложное слово, потому что я его действительно хотела запомнить. Это кто такие? Что-то из динозавров. Антропоцен – это такая история о том, что вот в какой-то момент времени люди наиболее сильно влияют на экологию, и под этим влиянием меняется природа. И почему они причислили к антропоценам именно Тернера? Потому что он на своих картинах запечатлел моменты, когда промышленная революция набирала обороты. Появлялись заводы, пароходы, паровозы, поезда. То есть вот этот вот воздух стал меняться, цвет стал меняться. И вот он на своих картинах очень часто изображал какие-то пожары, движения поездов, туман над… Он британский художник, над Лондоном. И ты видишь смог, конкретный смог. И вот он как будто бы запечатлел этап, когда вот наш мир стал очень сильно меняться. Потому что сейчас этого еще больше стало, несмотря на борьбу с экологической повесткой, все стараются. Здесь мы перерабатываем мусор, здесь мы это. При этом самолеты летают бесконечно в течение дня, машин стало кратно больше и так далее. Но вот он как будто бы в моменте захватил секунду временную, когда все это стартовало. И вот выставка в Лондоне посвящена именно этому. То, как его работы отражают, вот этот вот сдвиг экологии в сторону того, что грядет. Вот так. Просто интересно, что обратили внимание не сколько на саму живопись, а сколько на то, что он запечатлел. На проблему? Да, на вот эту проблему экологическую. Вообще интересный просто сам по себе заворот. Мне понравилось это, поэтому я внесла это в одну из тем нашей с вами арт-навигации. То, что он сделал. Потом кто-то пересмотрел свои работы, допустим, там заводы как-то, что-то поменяли, либо же просто вот посмотрели. Я думаю, нет. Это из серии «А давайте поговорим об этом». Очень сложно, представляете, себя приостановить какой-то завод. Ну, это такая история тяжелая. Но хотя бы внимание обратили на то, что вот в первой четверти 19 века мы как будто бы повернули какой-то рычаг, и все теперь явно двигается в какую-то сторону, которая может нам навредить. Хотя нам постоянно говорят про таяние ледников, да, про подъемы температур. У нас погода насколько изменилась. Инжир у нас растет. Когда у нас рост инжир? То есть мы действительно тоже очень сильно даже в нашем небольшом Приднестровье меняемся. Когда у нас растет, мы так сказали. Никогда, да. Что ж такое-то? Ну, это плюсы. Так, еще одна тема с нами есть. И третья тема, она прилетела к нам из России, а если быть точной, из Эрмитажа. Эрмитаж, казалось бы, классический музей с огромным собранием, но и место современному искусству там есть. Есть, например, творчество Эмилии и Ильи Кабаковых. Это художники-концептуалисты, они отражают советскую действительность, они поклонники вообще всего советского. У них интереснейшая биография, но если в двух словах, они какое-то время работали в Советском Союзе, собственно говоря. Илья Кабаков занимался иллюстрацией, огромное количество времени этому посвятил, а потом решил работать большими концепциями. Это, знаете, если вот описать в двух словах, он просто создает комнату как инсталляцию. Вы попадаете в какой-то советский период. Советскую кухню, советскую уборную, советскую залу и так далее. Вот это творчество зацепило именно это направление. В 80-х он эмигрирует в Америку и практически до конца своих дней, а он ушел в прошлом году, в 2023, буквально недавно, он занимался именно вот такими вот концепциями большими. Он много работ своих вот этих концептуальных. Вот чтобы вы понимали, вот подарить концептуальную работу, да, это нужно перевести комнату. Вот он несколько таких больших работ подарил Эрмитажу. И они стояли, вот он подарил их 20 лет назад, потом 10 лет назад они не могли никак транспортироваться, наконец-то их перевозят в Россию, они попадают в Эрмитаж, выставлять их негде. И вот они еще стоят 10 лет. И вот представьте себе, спустя 20 лет, только сейчас, они наконец-то будут показаны. Потому что под Кабакова мало просто стены, на которую можно, допустим, повесить картины. Для этого нужно освободить целый фрагмент Эрмитажа, чтобы выставить его работу. И вот сейчас Кабакова уже нет, но выставка, посвященная его творчеству, и она вся сквозь пронизана вот этим советским прошлым, то, что очень близко поколению наших родителей. Мы с вами не застали, но родители все это помнят. И вот сейчас будет очень большая глобальная такая ретроспектива из его, не работ, а из его прям комнат, знаете, такие монолиты советского прошлого. И это здорово, потому что для Эрмитажа это не совсем привычный подход. Все-таки мы Эрмитаж воспринимаем как нечто такое... Возвышенное. Возвышенное, более классическое, да. Вот здесь искусство от руссков, здесь у нас отсылки к Египту, здесь у нас русская искусство. Где-то там размышлять, подумать, здесь прямо вот... А тут вот она, советская жизнь, как она есть. И ведь она очень многим близка. Она навевает какую-то тоску по прошлому. И вот сейчас, впервые за 20 лет, казалось бы, наконец-то это все можно будет увидеть, окунуться в эту советскую ретроспективу благодаря Кабакову и благодаря ему хорошему отношению к родине. Вы же знаете, очень многие эмигрируют, и потом какой-то негативный вайп льется. У Кабакова этого не было, он с удовольствием дарил свои произведения, вот сейчас они на родине, их можно посмотреть. Но не у всех будет возможность, конечно, посетить это место. Ну, для этого мы и существуем. В крайнем случае вот есть столовка СССР, там тоже... Тоже можно окунуться, да? Да-да-да, в советскую эпоху. Так, ну, еще одну тему обсудим сегодня. Главную тему. Дети пошли в первый класс. Ура! Развенел. Школьный звонок. Знаем ты, мать первоклассника. Расскажи, как это было. Боже, звучит так громко, мать первоклассника. На самом деле я очень спокойно ко всему этому отношусь. Это очередной период в жизни, который не надо поднимать выше градусов эмоций. Это прекрасно. Я была очень рада, когда мы пошли в сад. Я была очень рада, когда мы сад закончили. Это прекрасное тоже было событие. Это выпускное, это радость. Но и к школе я отношусь спокойно, потому что если я буду, мне кажется, выражать какое-то беспокойство, ребенок это почувствует. Я ему просто говорю о том, что это очень здорово. Это твои друзья, это новые знания, это общение, это учительница, которая будет с тобой больше времени даже, чем я. Для меня это прекрасный просто момент. Я радуюсь за то, что мой ребенок растет, и вот у него сейчас новый этап. Он относится к этому абсолютно навеселее. Я бы это так сказала. Ему весело. По-детски. Он выбирал рюкзак с тем, что классно, он с мечом. Значит, у меня здесь будет спортивная форма, мы будем бегать общаться. А сюда я могу положить своих персонажей Марвел. Он у меня поклонник всей этой истории. У него есть все статуэточки. Он здесь у меня в карманчик я это сложу, о том, что надо складывать учебники и карандаши. Он как бы помнит, но важнее, что есть карман для Марвел. Это сейчас навеселее, а потом когда-то за парту сядет, а здесь так надо. Я думаю, что все будет отлично, потому что там есть друзья. Базовая потребность, она в общении. Дети должны общаться и дружить. И у него это есть. Я уверена, что все будет здорово в самом обучении. Если говорить про сам этот праздник линейки, ну, это милота. Во-первых, мой ребенок в рубашке и в галстуке – это нечто. Он спортивный мальчик. Он всегда в футболке. Здесь уже штанина почти подрана, потому что он играл в футбол во дворе и так далее. То есть для него рубашка и галстук, он аж немного замер. Потому что нужно было очень аккуратно себя вести. Здесь шарик, с которым ты стоишь, его желательно не лопнуть до начала линейки. И не отпустить. Вот, это все очень мило. Это все такое аккуратненькое, выглаженное. Вот эта стрелочка на брючках. То есть он у меня вообще не носит вот этот официоз. А сейчас есть повод к тому, чтобы привыкать вот к этой жизни. Все эти песни. В общем, это все очень мило, очень здорово. Я всем детям и родителям желаю спокойствия внутри. Не надо переживать. Мы с вами прошли школу, все нормально, выросли. Смотрите, с нами все классно. И у детей будет все здорово. Не надо нагнетать. Это прекрасный этап для общения, для взросления, для выбора любимых предметов. Обращайте внимание на то, что детям нравится, и развивайте то, в чем у них есть способность. Не давите на то, где он где-то отстает. Неважно. Главное развивать таланты. Вот так вот. Прекрасные слова. Я тоже присоединяюсь к ним. Ну, а мы тебя благодарим. Всего самого наилучшего. Увидимся на следующей неделе. Ну, а с нами была Саша Черни и «Арт Навигация». До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, а теперь поговорим о «Соке», о том, как прошли два дня открытого кубка «Амалиги» в Тирасполе. Это было в четверг и в пятницу. На прошлой неделе действительно очень жаркие матчи получились, несмотря на погоду, потому что временами было пасмурно, временами шел дождь. Но, несмотря на это, огромное количество фанатов, огромное количество любителей «Соке» собрались, чтобы посмотреть на игры своих любимых команд. Да, как и предполагалось, было весело, шумно, по-семейному, так по-доброму все происходило. Там и дети играли против футболистов. Очень здорово получилось. Да, и хочется отметить все-таки вот этот семейный то настроение, о котором уже Влад начал говорить, потому что детей было много, и они поддерживали, кто-то поддерживал своих родных и близких, отцов. Вот очень приятно было наблюдать за тем. Вот сейчас один момент из игры «Авангарда» и «Аварима» мы вспомним. Фанатка команды «Аварим». По совместительству дочь футболиста. Футболиста, так она громко, так она мило кричала и поддерживала эту команду, что перекрикивала всех вокруг, и уже все поддерживали ее лично. И действительно, такое настроение было у всех трогательное, милое, и все поддерживали. Здесь кричат «Авангард», здесь «Аварим». И, в общем, несмотря на это, все-таки чувствовалась атмосфера добра, атмосфера тепла, уюта. И, ну, несмотря на это, был очень сильный футбол, зрелищный. То есть соперники-то там друг другу старались не уступать, но при этом... Играли не на шутку, да. Да, две игры. Команда «Первоприднестровского», команда «Авангард ТВ ПМР» обошла своих соперников. Но впереди у нас еще два дня крутого футбола, крутой соки. Это в четверг и в пятницу, друзья, в пятницу уже финал открытого кубка «Амалиги» в Тирасполе. И здесь, ну, мне кажется, что если вдруг по каким-либо причинам вы пропустили эти два дня, но здесь пропускать однозначно не стоит. Может быть, знаешь, копили силы для того, чтобы прийти на финал заряженными с выличным горлом и все, и все силы пустить в этот день. Ну, после тех матчей, я думаю, что многим все-таки понадобились средства от... Горячий чай. ...и горячий чай и мед, потому что действительно все поддерживали, кричали. У кого-то голос уже садился, еле было слышно. Но до последнего за своих любимых игроков бились, можно сказать, и так. Ну и что? Скажем, что уже на этой неделе финал открытого кубка «Амалиги», поэтому не пропускайте. Четверг и Пятница, Екатерининский парк, начинаем в 18.30, вход свободный, приглашаем всех, приходите с семьями, с детьми. Это всегда весело, всегда зрелищно, и это не только составляющая футбола, да, это не только про футбол, это про веселое, приятное, спортивное времяпрепровождение. И вот, да, маленькие дети смотрят, берут примеры, потом тоже занимаются спортом, что есть хорошо. Да, ну а теперь подробнее остановимся на том, как прошли эти два дня классного кубка, открытого кубка «Амалиги», какие интересные фишки были. В общем, все самое интересное у нас в следующем сюжете. Аварим! Аварим! В этот день Аню слышали все. Аварим! Несмотря на то, что был на поле, действительно ее слышно. Ну, это нам помогает, честно, помогает. Очень приятно, что приходят люди, болеют именно за нас, не просто за красивый футбол, а конкретно за Аварим. На кубке «Амалиги» дети не только отчаянно болеют, но и сами могут проявить себя на поле. Это матч «Авангарда» против подрастающего поколения. Игрок телевизионщиков и легенда шерифа Олег Уменюк не успевался энергичным будущим соки. Пришлось валить. Пятилетний Ярик таких ошибок не прощает. А это уже другой Гуменюк, Кирилл, показал папе и всем в парке, как нужно исполнять булиты. Кстати, точно такой же гол мы видели на Кубке Европы по соке в Кишиневе. Тогда такую красоту положил игрок сборной Италии Аруха. Евгений Аврамов на поле. Звучат хиты «Фэт Фурмос», «Борьба», «Гимн Авангарда». Это церемония открытия Кубка. После Аврамов занялся не менее любимым делом. Взял в руки барабан и начал гнать «Авангард» вперед. Дети на поле, песни, танцы, футбольный праздник и огненные матчи. Все это открытый Кубок Амалиги. Два дня в Екатерининском парке восемь крутых приднестровских и молдавских команд играют в соку. Звезды на поле уровня топ. Вот Виталий Пламодиала из Вольты. Капитан сборной Молдавии по соке за два матча забил трижды. Столько же голов у Дмитрия Чебана из «Троицы» и легенды бендерского футбола Максима Михалева. Он уже рекордсмен по играм в Молдавской Суперлиге. Теперь получает удовольствие в соке. На месте и легенда Амалиги – братарь Анатолий Чеботарь. На открытом Кубке он играет за «Авангард ТВ ПМР». Так Чеботарь феерил в матче с «Аваримом». В серии буллитов взял три удара из трех. Ну, в буллитах три из трех. Как ты это сделал? Случайно. Ну, как это не может быть случайно? Ну, если выиграют чемпионат мира, то тогда расскажу. А так… Хорошая эмоция, хорошая игра, живые ребята. Команда «Аварим» молодцы. Дали бой. Телевизионщиком Анатолий Чеботарь стал по воле случая. Уже совсем скоро «Авангард ТВ ПМР» сыграет на международном турнире в Тбилиси. Там 16 команд из 13 стран мира. В частности, из США, Турции, Хорватии, Кипра, Испании, Португалии, Греции, Омана и не только. В Грузию не сможет поехать основной вратарь «Авангарда» Сергей Журик. Помощь пришла из Рыбницы. Приехал Чеботарь. Мы здесь играем с прицелом на турнир в Грузии, в который мы совсем скоро поедем. Там будет серьезный уровень соперников, сильные европейские команды. То есть мы уже потихонечку начинаем готовиться к этому турниру. Должны быть готовы, должны быть во всеоружии. Там у нас будет немножко иной состав, чем здесь. И в этом плане нам, конечно, тяжело. То есть тренеру приходится задумываться и о будущем. И в то же время, конечно, хочется любой турнир выигрывать. В Грузию «Авангард ТВПМР» поедет очень телевизионным составом. Теперь играет не только наш корреспондент Михаил Абрашин, но и монтажеры Андрей Болигарь и Денис Голубев. А на тренерский мостик вернулся Александр Жеман. Пока «Авангард ТВПМР» играет на открытом Кубке Амалиги. Уже в этот четверг последний тур группового этапа. А в пятницу решится судьба трофея, и мы узнаем победителя финала. Этот матч в субботу покажет первый Приднестровский. Сегодня важное событие для многих школьников. И, конечно же, мы расскажем вам прогноз погоды на этот день. Итак, поехали с севера на юг. Отлично, отлично погода нас радует. Отлично погода, да. Действительно, Каменка, Рыбница днем у нас до плюс 30 градусов. В общем, очень-очень даже тепло. Ну а ночью плюс 17, плюс 19. Центр Республики Дубосары, Григори, Ополь. Все то же самое. 30 со знаком плюсы. Ну и 17, 19 у нас ночь. Двигаемся на юг. У нас здесь, в принципе, погода такая же. На градус выше днем плюс 29, плюс 31. Ночью 18, 20 градусов. Что замечательно. Нет дождя, он не расстроит, не надо будет за нотами стоять на линейке. Ну и, конечно же, друзья, ну что, действительно такой праздничный день у нас сегодня, продолжение вчерашнего дня. Мы сегодня говорили... Хоть и рабочий, но праздничный. Ну, а что еще отметим, друзья? Мы с вами надолго не прощаемся. Увидимся уже сегодня вечером. Ведь выходит теперь проект «Добрый вечер Приднестровья», где ведущие мы и наши коллеги... Да, это уже повод для того, чтобы мы не прощались с вами, но все, увидимся с вами на следующей неделе, либо там завтра. Увидимся сегодня вечером. Да, увидимся сегодня вечером. Ну, действительно, как появился этот проект «Добрый вечер Приднестровья», многие из вас, дорогие телезрители, просили нас, ну, говорили, так, мы хотели бы еще увидеть сюжеты. Мы не успеваем, возможно, не когда-то утром посмотреть, мы хотели бы еще их где-то увидеть. А мы вам говорим, мы вас услышали, друзья. И, конечно же, для вас специально мы подготовили этот проект. Все самое лучшее из утреннего, самое доброе, самое красивое, конечно же, будет еще и вечером. Не пропустите. Начинаем с 19.40, поэтому не пропустите проект «Добрый вечер Приднестровья». Да, мы там будем вечером всего лишь полчаса, поэтому, если вы включите позже, то мы уже, хоп, опять все, уже пройдем мимо вас. Да, ну, поэтому не пропускайте, обязательно смотрите самые интересные сюжеты, проекты, гости, все для вас. Ну, на этом мы говорим вам пока «Доброе утро», увидимся совсем скоро, поэтому хорошего вам дня. Хорошего рабочего дня, ну, и не забывайте, сегодня 3 сентября, пойте в Шпутинском, ну, и, конечно же, вспоминать… Не доставайте тех, кого это бесит. Да, и, конечно же, вспоминайте свои школьные годы. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова